Привет, друзья! Патриарх Кирилл – это, пожалуй, второе по популярности лицо в стране после президента. Он является главой Русской Православной Церкви и является примером для подражания для всех верующих христиан. Именно поэтому к его жизни приковано всеобщее внимание. В новостях и газетах постоянно говорят и пишут о патриархе. И больше всего всех интересует, сколько он зарабатывает и каким имуществом владеет. Именно об этом мы и расскажем в нашем видео. Но сперва подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик. А мы желаем вам приятного просмотра! Владимир Михайлович Гунтиаев – это мирское имя священнослужителя. Он родился в Ленинграде 20 ноября 1946 года в семье инженера одного из промышленных предприятий. Позже отец Владимира принял священный сан, став протеереем. Мама работала школьной учительницей, преподавала немецкий язык. Кроме Володи в семье воспитывались его старший брат Николай и младшая сестра Елена. Все дети связали свою биографию со служением Господу. Детские годы будущего патриарха ничем не отличались от жизни его сверстников. Он обучался в обычной ленинградской школе, а после ее окончания поступил в духовную семинарию. В 1970 году выпускник Духовной академии стал кандидатом богословия, принял постриг в монашество и был наречен Кириллом. С этого начался его путь служения и духовная деятельность. Кириллу суждено было стать первым главой АПЦ, родившимся в СССР и пережившим становление в годы, когда православие считалось мракобесием и подвергалось гонениям. С самого начала карьера священнослужителя Кирилла развивалась стремительно. Окончив духовную академию и приняв постриг, он неоднократно удостаивался высших санов уже в течение первого года. Кроме того, молодого священника назначили на ответственную должность посланника столичного патриархата во Всемирный совет церквей в Швейцарии. Спустя еще три года будущий патриарх занял два высоких поста, став ректором Ленинградской духовной академии и возглавив Метрополитический совет епархии города на Неве. Весной 1976 года состоялось посвящение Кирилла в епископский сан и назначение его куратором единства христиан в священном синоде. Через год епископу Выборгскому был присвоен сан архиепископа, а вскоре он уже возглавлял патриархшие приходы на территории Финляндии. Всего через два года после посвящения в сан епископа Кирилл стал старым человеком в подразделении РПЦ, курирующем внешние церковные отношения. В этот же период священ начал преподавательскую деятельность в столичной духовной академии. Архиепископ Смоленский и Вяземский эти названия Владимир Михайлович получил в 1984 году. Через два года после этого назначения был определен в управляющий всех православных приходов Калининграда и области. За преданную службу и активную религиозную деятельность в конце 1980-х Кириллу достоился права быть постоянным членом синода. В соборе влиятельных церковных лиц он проявлял заметную активность, разрабатывая и продвигая законы о свободе религии и вероисповедании. Возведение Кирилла в Сан-Митрополита пришлось на суровые 90-е годы. В период, когда страну сотрясли последствия распада Союза, священнослужитель выступал в роли миротворца, благодаря чему обрел миллионы сторонников среди граждан. В эти же годы за неоценимый вклад в укрепление международных отношений митрополит был удостоен нескольких почетных наград от различных духовных организаций. В середине 90-х православная церковь окончательно обрела свободу слова и действий. Со стороны Московской патриархии началась политическая деятельность, в которой Кирилл активно участвовал. В те годы патриарха называли премьер-министром от российского христианства. Благодаря ему РПЦ удалось воссоединиться со многими приходами за границами. Кроме того, заслугой Кирилла стала стабилизация отношений с католическим Ватиканом. Именно активная общественная и политическая позиция привела митрополита к высшему священному сану. Первые шаги к престолу патриарха он начал в 1995 году, когда стал плодотворно взаимодействовать с руководящими структурами. Для духовно-просветительских проповедей в передаче «Слово пастыря» ему было отведено лучшее эфирное время на федеральном канале страны. Именно тогда зародилась концепция русско-православной церкви в плане отношений высшего духовенства и государства. Уход в мир иной Алексея II в 2008 году поставил перед религиозной общественностью вопрос, кто займет пост вместо блюстителя престола патриарха. Набрав более 90% голосов, митрополит Кирилл одержал уверенную победу, став патриархом московским и всея Руси. В начале 2009 года новый глава РПЦ прошел торжественный обряд интронизации. Церемонию вступления в высочайшую церковную должность посетили важные государственные персоны Дмитрий Медведев, в ту пору президент страны, Владимир Путин, премьер-министр и супруга покойного Бориса Николаевича, Наина Ельцина. Со стороны руководства РПЦ тогда прозвучала надежда на успешное взаимоотношение церкви с государством. Деятельность патриарха Кирилла продолжается и по сей день. Он частый гость за границей, где многие считают его интеллектуалом и эрудитом. По законам церкви в личной жизни священнослужителя не может быть иной семьи, кроме как верное паство. В ежедневные обязанности патриарха Кирилла входят благотворительные акции и попечения обездоленных детей. Но главной миссией священнослужителя стала внутренняя и внешняя политика, где владыка открыто заявляет о своей позиции, не всегда совпадающей с идеологией власти. Сегодня Кирилл является не только патриархом, но и вполне успешным бизнесменом. У Владимира Гундяева есть собственный табачный бизнес, которым он начал заниматься еще в 1993 году. Используя для прикрытия московский патриархат, он создал финансово-торговую группу Ника. Именно она занималась распространением и реализацией сигарет на табачном рынке. Еще одно увлечение патриарха – экспорт нефти, которым он занялся спустя три года после успешного открытия табачного дела. Состоянием на 1997 год нефтяной компании Гундяева удалось добиться необыкновенного высокого валютного оборота. Он составил 2 миллиарда долларов США. Поскольку информация по этому поводу является закрытой, неизвестно, занимается ли на сегодняшний день патриарх нефтяным бизнесом. Известно также о попытках священнослужителя заниматься морским бизнесом. В 2000 году представитель духовенства запросил квоту на отлов камчатского краба и креветок. В общей сложности объем реализуемых морепродуктов составил более 4000 тонн. Для такого прибыльного дела духовник учредил собственную фирму под названием АО «Регион». Состояние патриарха Кирилла росло очень быстро. В 2004 году на его банковском счете было полтора миллиарда долларов, а в 2005 году ему принадлежало уже 5 миллиардов. А по состоянию на 2021 год он владеет несколькими десятками миллиардов. Но сам патриарх Кирилл никогда не считал себя богатым. В своих интервью он всегда утверждал, что деньги принадлежат не ему лично, а церкви. Это связано с тем, что основную часть дохода РПЦ получает от пожертвований прихожан, которые измеряются миллионами долларов в год. Помимо этого, церковь ежегодно получает около 370 миллионов рублей из государственной казны в виде помощи на реставрацию храмов, закупку необходимой утвари и так далее. Поэтому точный размер состояния определить невозможно, но по неофициальным данным оно составляет около 10 миллиардов долларов. Жизнь патриарха Кирилла нельзя назвать скромной. Он ни в чем себя не ограничивает, свободно пользуется деньгами РПЦ. Лучшим доказательством этому является его личный автопарк, в котором есть Mercedes-Benz S-класса Pullman стоимостью 500 тысяч долларов, Toyota Land Cruiser стоимостью 80 тысяч долларов, Cadillac стоимостью 75 тысяч долларов, советский автомобиль Победа стоимостью 30 тысяч долларов. Помимо этого, по России патриарх путешествует на личном бронированном железнодорожном вагоне, а за границу летает на частом самолете стоимостью 2 миллиона долларов. Но и это еще не все. Патриарху Кириллу принадлежит элитная яхта Palada стоимостью около 4 миллионов долларов, которые ему подарила нефтяная компания Lukoil. В сети неоднократно появлялись фотографии, на которых патриарх отдыхает на этом роскошном корабле с различными высокопоставленными лицами. Не отказывает себе Кирилл и в недвижимости. В его собственности находится 5-комнатная квартира в Москве стоимостью 90 миллионов рублей, 3 дома в элитных районах столицы, особняк в Даниловском монастыре и на острове Валаам. Роскошный дворец в Геленджике стоимостью около 1 миллиарда долларов. Помимо недвижимости в Москве, у патриарха Кирилла есть собственная вилла в Швейцарии. Но официально она, как и все остальные объекты, кроме 5-комнатной квартиры, является собственностью Русской Православной Церкви. То есть отметить, что это не все подарки патриарха. На одной из встреч на его руке были надеты часы, стоимость которых эксперты оценили в 30 тысяч долларов. По словам патриарха Кирилла, он участвует в различных благотворительных организациях, где оказывает хорошую финансовую помощь нуждающимся. Вот так представители духовенства умеют зарабатывать на скрепах, которые активно проповедуют простым россиянам. Биографию какой публичной личности вы бы хотели узнать? Напишите об этом в своих комментариях. И если вам понравилось это видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь на наш канал. В следующих видео будет много интересного. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok